Бодрость Духа – путь нациг цивилизации. 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 Его устремления будут увидены, а затем он получит воздаяние сполна. Сорость звезда. Кроме этого, пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, показал значение бодрости, говоря, воистину, Аллах щедр и любит щедрость, и Он любит высокие нравы и ненавидит низкие. Аумар ибнурхата, пусть Аллах будет доволен им, тоже сказал, «Не будьте в прострации, ибо, по-моему, больше всего мешает добиться превосходства, отсутствие бодрости духа». Также сказано, знак полноценной разумности – это бодрость. А выдающийся арабский поэт Абутаибан Мутенебби тоже сказал, «Самегубительный недостаток отказа способных от совершенства». Тем самым, бодрость духа не ограничена конкретной областью. Она должна присутствовать во всем, что человек делает в своей жизни, включая акты поклонения, что стимулирует истинный шариат Аллаха. Аллах всемогущий и достославный говорит, «Васари'у и ла мауфиратим мирраббикум ва жаннатин ардухас самавату ва л-арду, уэддит лил мутақин, стремиться к прощину вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных». Сура семейства Имрана, аят 133. «Причем всемогущий Аллах обеспечил великую награду тем, кто проявляет усердие в поклонении Ему». В Священном Коране говорится, «А если кто возлюбит последнюю жизнь и стремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены». Сура перенес ночью, аят 19. «Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, обладал бодростью Духа во всех делах его жизни, в том числе акты поклонения. Умир ему благословение Аллаха, по ночам молился так долго, что его стопы опухали. Ему сказали, «Неужели ты берешь на себя такой труд, несмотря на то, что Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут в последствии?» Он сказал, «Разве не полагается мне быть благодарным рабом?» Как же часто пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, мотивировал своих сподвижников и всю исламскую общину достичь превосходства с помощью бодрости Духа. Он, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Если вы просите Аллаха, то просите у Него фердаус, потому что это центральная и самая высокая часть рая. Над ним располагается трон Милостивого, и откуда берут начало райские реки». Передают, что раби Абнекабль Аслами, да будет доволен им Аллах, рассказывал, «Однажды пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал мне, «Проси». Я сказал, «Я хочу быть твоим спутником в раю». Он спросил, «Может быть что-нибудь другое?» Я ответил, «Нет, это». Тогда он сказал, «Так помоги же мне в этом, совершая много земных поклонов». Между тем, бодрости Духа в поклонении Аллаха требуют, чтобы человек хорошо совершал его, практикуя его своими делами и нравами, отказываясь от лжи, предательства, обмана и незаконного присвоения чужого имущества. Итак, совершение поклонения совпадет с его целью, и праведность, которая является основой этой праведной религии, будет достигнута. К актуальнейшим полям бодрости Духа относятся и приобретение знаний. Пророк, да благословите его Аллаха и приветствует, велел нам попросить Аллаха Всемогущего о полезных знаниях, которые позитивно влияют на человечество. Он, мир ему и благословение Аллаха, нам приказал просить у Аллаха полезных знаний и прибегайте к нему от бесполезных знаний. А также, он, мир ему и благословение Аллаха, часто взявал к Аллаху, говоря, «О Аллах, я прибегаю к тебе от бесполезных знаний». Полезные знания – это реальное оружие, с помощью которого государства могут укрепиться и добиться прогресса. Ни одно государство не продвинулось вперед, кроме как с помощью знаний, и ни одно государство не отстало, кроме как из-за лени и невежества. Сподвижники и табииньи, да будет доволен ими всеми Аллах, проявили высокую бодрость духа в поисках знаний. Вот как описывает свою тягу к знаниям сподвижник пророка ибн Аббазда будет доволен ими обоими Аллах. Если мне становилось известно, что кто-то из сподвижников пророка рассказывает новый хадис, то во время после обиданного сна я приходил к двери его дома, расстилал у порога свою одежду, а ветер щедро осыпал меня песком и пылью. Если бы я захотел попроситься в дом, то меня бы впустили, но я поступал таким образом, чтобы успокоить душу. Выйдя из дома, хозяин натрекался на меня в таком положении и спрашивал о сыне дяди посланника Аллаха, что привело к тебе? Что привело к тебе? Если бы ты послал за мной, то я сам бы пришел к тебе. Я отвечал, более справедливо, когда я прихожу к тебе, наука и знания сами не приходят, а к ним нужно стремиться. Затем я начинал расспрашивать о хадисе. Исмаил и Бняхья говорит, «Я слыша, как о Шафии, да помилюйте его Аллах, сказал, «Я выучил наизуст Коран в 7 лет, а муватта а имама Малика в 10 лет». А имам Ахмад ибн Хамбаль знал наизуст 1 миллион достоверных хадисов. Рассказывается также, что имам Ан-Навави посвящал 12 уроков в день. К полям бодрости духа относится и усердный труд, ценности и значения которого исламский шариат повысил. «Аллах всемогущ, он и велик изрек, и когда намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте его. Быть может, вы преуспеете». 45, аят 10. О достойности труда хорошо свидетельствует факт, что все пророки Мириим трудились. Так, Адам, Ибрахим и Лут, Мириим, были фермерами. Ной Мириим был плотником, Идрис Мириим был портним, Салих Мириим был торговцем, а Давид, Мириим, был кузнецом. Благодаря труду значение человека повышается, и ему оказывается честь, ибо заработать трудом лучше, чем заниматься по прощайничествам. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствуйте, зерек, поистине любому из вас нарубит везьянку дров и принести везьянку их на своей спине будет лучше, чем просить кого-нибудь, кто может дать ему что-то, но может и отказаться. Здесь мы говорим не просто о труде, но и о совершенствовании труда. Пророк Мухаммад, Мириим, благословение Аллаха, поведал, поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас выполняет какую-нибудь работу, делает это с умением. К самым высоким уровням бодрости духа относятся проявления энергичности в служении обществу, предоставлении помощи слабым и поддержке попавших в беду, а также удовлетворение потребностей нуждающихся, отзывчивость и великодушие. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, самый любимый человек из людей Аллаху, больше приносящий им пользу, самое любимое дело Аллаху, всемогущий он и великий, это внесение радости мусульманину или устранение его печали, или оплата его долга, или кормить его, когда он становится голодным. Им не любимы идти по нужде моего брата, чем сидеть в мечети, то есть мечети Аль-Медини, не выходя из нее, целый месяц проводя в поклонении. И кто удержит свою злость, Аллах скроет его недостаток, кто скроет свой гнев при желании проявить его, Аллах наполнит его сердце в день воскресения душевным спокойствием. Кто пошел по нужде брата-мусульманина, до тех пор, пока не исполнит его нужду, Аллах укрепит его стопы в день, когда ноги будут скользить. Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение печатей всех пророков и посланников, нашему господину пророку, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всеми, кто последовал за ним вплоть до судного дня. У моих братьев исламы к величайшим видам бодрости и духа относятся и служение Отечеству, что считается извери. Всемогущий Аллах повелел нам активно соревноваться в добрых и полезных делах, в интересах Отечества. Мы должны проявлять бодрость и духа в строительстве Отечества, взять на себя социальную ответственность, конкурировать друг с другом в отношении содержания мечетей, строительства школ, оснащения больницы и лечения больных. Все это постоянная благотворительность. В этой связи посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствовать, сказал, семь вещей будут продолжать приносить вознаграждение для раба Аллаха в то время, когда он будет находиться в своей могиле после смерти. Знания, которым он обучал, или река, которую он проложил, или колодец, который он вырыл, или палма, которую он посадил, или мечеть, которую он построил, или копия Корана, мусхав, которую он завершал, или ребенок, которого он оставил после себя, и тот станет обращаться к Аллаху с молбами о прощении для него после его смерти. Как же прекрасно состязаться в служении Отечеству, которое содержит всех нас и наделяет нас своими благами. Это может быть достигнуто путем солидарности, единиства, сознательности, сострадания и протягивания руки, помощи всем соотечественникам. Отечество для нас всех, и оно может добыться превосходства нами всеми. В то же время, наша сила, наша воля и наши усилия не уступают другим. Мы владеем великой цивилизацией, самобытностью и историей. И мы должны знать, что достижение прогресса и превосходства требует преодоления сложных барьеров и самоотречения. Это поскольку благородные вещи скрыты за трудностями, а также интересы реализуются только усилием и усердием. Крупный арабский поэт Абутамем говорит, размышлив о месте крупного отдыха и обнаружив его на масти усталости. У Аллах даруй нам высокую бодрость Духа, с помощью которой нам удастся добыть соприметного прогресса огромного превосходства и колоссального развития. У Аллах защитит нашу религию, Родину и все страны мира.